Привет! Сегодняшний ролик относится к очень крутому прохождению, который вышел на каналах Эмбрейка Тархонта. Я в нем был спектатором, поэтому видел все со стороны и одновременно с этим я был организатором идеи этого прохождения. Поэтому в этом ролике я объясню все моменты и расскажу что и почему. Также, если вы хотите, чтобы мы попробовали реализовать еще одно такое прохождение, только на Первой или Второй мировой, то это мы увидим по вашей поддержке. Это прохождение было первым опытом РП, где ютуберы и игроки должны были вникнуть в игровой процесс и отыгрывать соответствующую роль. Были, конечно, васяны, например, вот на этих переговорах. А Катчанов передай Франции, что, ну, на мирный договор я его вызывал. Дарова, чё? Дарова. Давай ты просто мне отдашь мои, так сказать, индо-китайские земли и разойдемся. Эм, нет. А точно? Давай пока перемирие. А, нет, не перемирие. Чисто война, я тебя прикончу, понял, да? Восстал против вассала, да? Но я на тебя носал, король. Давай просто это займем и давай сделаем так, чтобы все люди, ну, вернулись к матерям и женам. Это дело чести, братан. Всё, переговоры закончили. Ну, на удивление, у многих получилось, чему я, несомненно, рад. Однако, помимо РП, была еще и боевая составляющая, которая нас сильно подвела в плане баланса. Фот, который мы выбрали, идеально нам подходил в плане нагрузки. В нем не было мешающих фокусов и имитов, но был крайний дисбаланс, который мы заметили только уже во время игры. Нами, конечно, были предприняты действия для баланса, например, удаление авиации, дивизии, но мнение разработчиков моды, касаемо промышленного потенциала США и СССР, дело над нами вверх. Катерход на голову предоходил по промышленности Эмбра. А страны, как, например, Британия и Франция, могли обеспечивать себя сами, чего вообще не было в ВВД. Там все страны зависели от СССР. Поэтому можно отсюда выделить первую ошибку Эмбра, которая, конечно, зависела от баланса, но все равно была ошибкой. Это попытка перевооружить своих союзников, отдавая им боеприпасы, фабрики. Более того, выдающихся игроков за ОВД не было, поэтому это были траты впустую. И давайте сейчас отойдем от темы баланса к скиллу игроков. Первая война, которая началась в прохождении, была индокитайская. Сейчас мы видим соотношение сил. Вьетнам зафресходит французов чуть ли не в пять раз. Не только по количеству дивизий, но и их расположение. Французская танковая дивизия заперта на севере страны. Две пехотные в городе, другая пехотная слева в лесах. Вьетнам обладает быстрыми и пробивными легкими танками, которые могут взять единственный порт Сайгон, где стоит одна французская дивизия. Вьетнамских дивизий смогли бы сдержать французов. Но игрок зачем-то вводит силу на север, дает французам временное закрепление на юге и проигрывает, потому что уже сюда скоро придет в дивизии НАТО. Вроде бы была очень простая задача, но уже первый игрок из ОВД с ней очень сильно пролетел. Следующее. Давайте поговорим о приоритетах во внешней политике. У нас есть две аналогичные ситуации. Турция на Ближнем Востоке и Аргентина в Южной Америке. Обе страны начали агрессивные войны против своих соседей. Только Эмбро выбрал роль миротворца и попытался пересечь агрессию Турции. Турция фашизм, надо ее захватить. Мы должны ухнуть по ней. Думаете бахнуть Турцию? Все за? Да, я за. Так, тогда я подвожу свои войска. Мы ей предложили как бы мир, они отказались, но ладно. А, да, мир, да. Катархонт как-то не обращал внимания на Аргентину, но потом она сама пошла в НАТО и ее взяли. Отдельно хочу сказать про игрока на Аргентине, он как-то уж совсем нарушил свою роль. Фашистский генерал, который начал захват целой Бразилии, пошел в НАТО, когда его национальными территориями, то есть Фулкленскими островами, владеет Великобритания. Ладно, вернемся к Турции, очень классно получилось со совместным вводом войск, но никак не с дележкой. Турция после мира стала вообще непонятной. Но зато у Эмбра появился еще один повод отыграть РПС в Югославии, теперь и в нее готовился ввод войск. Но Ботовская Финляндия объявила войну Эмбра. Еще азиатские страны, такие как Индия и Сингапур, объявили войну Пакистану. Эмбра их взял в ОВД и игроки за НАТО подтолкнули Катархонта к войне, которой СССР вообще не был готов. Либо же мы прямо сейчас можем вступить. Так, гос прям... Нет, 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 нет. Готово прямо сейчас заступать? Нет, гос, 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 с ними просто попилим Югославию. В общем, они не согласились на такое, но типа 60 дней на раздумье. И как закончится 60 дней, они скорее всего нападут, раз они не хотят соглашаться. Потому что готовимся к войне. Отсчеты, сколько у вас в дивизию каждого? У меня 10,5 на подходе. У меня пока нормальных 2, сейчас у меня еще там не машинка много отправила, сейчас я буду механизирован. Ну ладно, давайте теперь к войне. Азиатский фронт был полностью выигран натовцами. США закрыли Японию флотом, а японцы высадились в пустые порты Сингапура. Ну и индус просто ливнул. А в Европе были еще шансы, но подвело планирование. У Эмбра были плохие шаблоны на танках, они сильно подсели в организации. Но танков было больше, чем у США. Однако они стояли не там, где надо. Восточный фронт был уязвим только в одном месте, и страну ОВД его закрыли. Они отвели дивизии ГДР за реку. Но одновременно с этим держали танки в горах в Австрии и Чехии, где могли бы ограняться одной пехотой. И вот итог. Танки Америки были переданы под управление одного игрока, и фронт был продавлен. Ну а теперь можно поговорить о прохождении в целом. Мы реализовали очень классную идею. Огромное спасибо Эмбре и Катархонту, потому что они реально вникли в игровой процесс и отыгрывали РП за свои страны. Также, многие из вас, может не знают, но мы играем такие сетевые партии в среднем 8 часов. За это время ютуберы, да и игроки от компа вообще не отходят. Многие игроки, кстати, отлетают во время игры, поэтому приходится очень много времени тратить на подбор новых. Но в будущем мы можем повторить и сделать все лучше. Как в плане баланса, о котором я говорил в начале ролика, так и в плане подбора игроков. Ну и на этом все. Можете поддержать этот ролик лайком, а канал подпиской. Мне будет очень приятно. Спасибо.